Встреча охотника с медведем взяла неожиданный оборот. Первоначально охваченный страхом, охотник обнаружил, что медведь не представлял угрозы, а наоборот, просил его о помощи. То, что он сделал дальше, потрясает. В сердце густых лесов одинокий охотник по имени Адам оказался в непростой ситуации. Чувства охотника обострились, когда он услышал ужасающие звуки, раздающиеся по всему лесу. Несмотря на предостерегающие звоночки в его голове, любопытство пересилило страх и подтолкнуло его вперед. С каждым осторожным шагом он приближался к источнику звука, пока не наткнулся на сцену, которая была далеко за пределом ужаса. Медведь лежал на поляне, не только пойманной в ловушку, но и связанной цепями и колючей проволокой. Каждое движение заставляло медведя кричать от боли. Пульс охотника участился, когда он оказался лицом к лицу с хищником. В любой другой день он был бы в восторге от возможности поохотиться на медведя. Но то, что он видел, не было охотой, это было чистое издевательство. Медведь умолял о помощи. Охотник отложил свои первоначальные опасения, игнорируя оставшийся страх, и осторожно подошел к страдающему зверю. Его тяжелое дыхание и мучительные рычания усилились, когда охотник внимательно осмотрел сложную сеть ловушек, цепей и колючей проволоки. Стало очевидно, что одного акта доброты будет недостаточно. Ему нужно было разобрать ужасную ловушку с самого начала, что могло занять долгое время. Когда он пытался подойти ближе, медведь совершил мощный выпад в отчаянной попытке защитить себя от того, что воспринималось как еще одна угроза. Тогда Адам сделал что-то потрясающее. Он опустил в свое оружие единственную защиту, которая у него была, и положил на землю. Этот жест разоружения послужил доброй волей, обещанием, что он не хочет причинить вред. Медведь постепенно успокоился. Бедное существо встретило достаточно охотников за свою жизнь, чтобы понять, что они опасны только тогда, когда держат что-то в руках, а руки этого человека теперь были пусты. В его глазах теперь блестело понимание, тихое признание формирующейся связи между ними. Но это не изменило того факта, что Адам подвергал себя опасности. Любой здравомыслящий человек отказался бы подходить так близко к такому большому и непредсказуемому зверю, а тем более без оружия. И все же он не мог устоять. Мужчина, который занимался охотой как хобби, теперь смотрел в глаза существу, на теле которого были шрамы от его увлечения, и это оставило его с разбитым сердцем. Работая методично, охотник сначала разрезал селки. Каждый шнур сопротивлялся и не хотел отпускать свою добычу. Воздух был пропитан запахом страха и металлическим привкусом крови, которая окрасила мех медведя. Каждое движение несло в себе вес неопределенности и риска, но один за другим цепи падали, раздавая грохот. Затем Адам перешел к колючей проволоке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что проволока начала впиваться в плоть медведя, усиливая его страдания. Адам тщательно работал над удалением каждой изогнутой пряди, стараясь не причинить еще больше вреда. Осознание ответственности, которую он взял на себя, осязаемо ощущалось, но он не мог пожалеть о своем решении. Наконец, последний кусок колючей проволоки был удален, и медведь, освобожденный от болезненных оков, рухнул на землю. Когда Адам отступил, его охватила грусть, когда он увидел все раны медведя. Его мех был изуродован глубокими порезами, были проколы, а конечности медведя, когда-то мощные и неукротимые, были опухшими и ослабленными. Это было резким контрастом с дикой природой, которую Адам романтизировал. Теперь, стоя на коленях рядом с медведем, он протянул руку. «Прости, что это случилось с тобой». Были единственные слова, которые он мог предложить зверю. А тот, хотя изможденно, откликнулся, посмотрев в глаза мужчины. Вероятно, это была единственная доброта, которую животное не видело долгое время. Потребовалось несколько минут, прежде чем медведь был готов двигаться. Адам наблюдал, как животное пытается подняться, но терпеливо ждал. Он не собирался оставлять его в беде, потому что другие охотники в конечном итоге могли бы наткнуться на раненое животное и не быть такими милосердными, как он. К удивлению Адама, медведь доверился ему и начал следовать за ним через лес. Когда они подошли к его уединенной хижине, Адам достал телефон и набрал номер местной клиники дикой природы, умоляя о срочной помощи. Клиника быстро направила команду на его местоположение для оценки состояния медведя. Когда команда спасения дикой природы прибыла, они немедленно успокоили медведя и тщательно его осмотрели. Команда пришла к выводу, что, вероятно, он находился в этом мучительном состоянии в течение нескольких дней, вынужденный терпеть голод, боль и одиночество. Заражение уже началось, и потребовались швы, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения. Без немедленного вмешательства была высокая вероятность, что медведь мог бы потерять конечность. Вместе они осторожно погрузили медведя на специализированный транспортный автомобиль и прибыли в клинику. Там ветеринары и специалисты по дикой природе совместно предоставили медведю необходимую помощь. Раны были очищены, антибиотики введены, и швы были нанесены с болезненной точностью, чтобы закрыть глубокие травмы. К ужасу Адама, после завершения работы, специалисты по дикой природе раскрыли тревожную правду. Медведь, как они подозревали, не был изолированным случаем. За последние несколько недель поступило несколько сообщений о других животных, которые получили идентичные травмы. Это были акты жестокости, вероятно, совершенные одним и тем же человеком, который наслаждался причинением вреда. Осознание того, что другие животные подверглись той же участи, возмутило Адама. Гнев, который накопился внутри него, подпитывал решимость не только спасти этого медведя, но и активно добиваться справедливости за совершенные преступления против невинной дикой природы. Человек, который вошел в лес как охотник, вышел оттуда как исцелитель, и в тот момент он пообещал, что больше никогда не позволит таким злодеяниям оставаться безнаказанными. В последующие дни медведь оставался под сильным седативным препаратом и находился под тщательным наблюдением в клинике. Его состояние улучшалось с каждым днем, благодаря неустанной работе ветеринаров и специалистов по уходу за животными. Адам регулярно посещал его, и каждый раз, когда медведь его видел, в его глазах появлялся свет узнавания. Эти визиты стали своего рода лекарством не только для медведя, но и для Адама, исцеляя его душу и давая ему новую цель в жизни. Вдохновленный своим опытом, Адам начал активно участвовать в местных организациях по защите дикой природы. Он использовал свои навыки и знания, чтобы помочь в разработке и реализации программ, направленных на предотвращение подобных случаев жестокости. Его история и преобразование из охотника в защитника стали мощным свидетельством, которое вдохновило многих других пересмотреть свое отношение к природе и животным. Через несколько месяцев после того, как медведь полностью выздоровел и был готов к возвращению в дикую природу, Адаму предоставили честь открыть ворота его вольера, чтобы выпустить его на свободу. В тот момент, когда медведь медленно вышел из вольера и остановился, обернувшись к Адаму, взгляды их встретились. Это был момент тихого прощания, наполненный глубокой благодарностью и взаимным уважением. Затем медведь повернулся и исчез в густом лесу, оставив после себя следы на мягкой земле. Адам стоял и смотрел, как медведь уходит, пока его фигура полностью не растворилась в лесу. Этот опыт навсегда изменил его, оставив неизгладимый след в его сердце. Он понял, что его путь теперь неразрывно связан с защитой и сохранением дикой природы. С этого момента он посвятил себя служению этой цели, став звеном между человечеством и природой, стремясь к гармонии и взаимопониманию. История Адама и медведя распространилась далеко за пределы их местного сообщества, став символом надежды и возможности изменений к лучшему. Это было напоминанием о том, что даже один человек, изменив свои взгляды и действия, может оказать огромное влияние на мир вокруг себя. Однако история Адама и медведя на этом не закончилась. Вскоре после освобождения медведя Адам начал работать над созданием убежищ для диких животных, которые столкнулись с аналогичными испытаниями. Он понял, что многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить безопасность и заботу о дикой природе, которая страдает от действий человека. Адам использовал свою историю, чтобы привлечь внимание к важности охраны окружающей среды. Он давал интервью, выступал на конференциях и участвовал в образовательных программах, делая все возможное, чтобы расширить свое влияние. Его усилия привлекли внимание многих, включая филантропов и правительственные агентства, которые предложили финансовую и логистическую поддержку его проекту. Вдохновленный поддержкой сообщества, Адам расширил свою деятельность, включив в нее программу по переселению животных, которые не могли быть возвращены в дикую природу, в специально созданные для них среды обитания. Он также начал работу над программами восстановления популяций уязвимых видов, включая восстановление их естественных сред обитания. Со временем имя Адама стало синонимом защиты дикой природы. Его начинание превратилось в глобальное движение, объединившее тысячи людей по всему миру, которые разделяли его страсть и стремление к сохранению природы. Вместе они сформировали мощную сеть активистов, волонтеров и специалистов, работающих над защитой и восстановлением дикой природы. Однажды, гуляя по лесу, где он впервые встретил медведя, Адам остановился, чтобы вдохнуть свежий воздух и насладиться звуками природы. Он осознал, насколько глубоко эта встреча изменила его жизнь, и как много он смог достичь, благодаря одному решению поступить правильно. Он знал, что путь впереди еще долгий и трудный, но теперь у него была цель – сообщество единомышленников, и непоколебимая вера в то, что даже самые маленькие действия в защиту природы имеют значение. Эта история напоминает нам о том, что каждый из нас имеет возможность внести изменения в мир вокруг себя. Адам и его медведь показали, что сочувствие, действие и настойчивость могут привести к неожиданным и вдохновляющим результатам, изменяя жизнь к лучшему. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok